Надо уточнить, что видеть затмение, конечно, видели, но только жители Дальнего Востока, а также Северной и Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Такова информация астрономов. Что касается нашей страны, то уход и выход спутников Земли из сумрака наблюдали жители восточной части России. На Тихоокеанских окраинах вообще видели все полностью, а обитатели Урала, а также Западной и Восточной Сибири приветствовали Луну, взошедшую уже во время затмения. Ну, Луна и затмение – это явление вхождения Луны в земную тень. Существует затмение солнечное, когда Луна закрывает собой Солнце. В данном случае Луна ничего не закрывает. Она в процессе своего вращения вокруг Земли с периодом 27 суток входит в земную тень. В процессе этого Луна темнеет. Понятно, что прямое солнечное излучение на Луну не попадает, но не становится полностью невидимой, потому что Земля Солнцем освещена, и вот этот вот цвет Земли дополнительный, конечно, не такой яркий, как солнечный, освещает Луну. Поэтому человек во время затмения Луну видит, хотя очень слабенькой. Все очень интересуется, почему Луна во время затмения становится темно-красной, багряной. Но дело в том, что земная атмосфера пропускает по большей части желто-оранжевую часть спектра. И вот та часть излучения Луны, та часть свет Луны, отраженного от Земли, попадающего к нам назад, голубая часть рассеивается, остается только красной. Поэтому мы Луну видим красной. И ничего страшного в этом нет. Это явление второе из четырех полных лунных затмений, которые пришлись на сравнительно короткий период, а именно с 15 апреля текущего года до 28 сентября следующего. Что же касается счастья одних наблюдателей, которым довелось рассмотреть затмение в подробностях, и уныние тех, у кого поучаствовать в лунном шоу не вышло, то здесь миротворцем выступило Американское космическое агентство НАСА. Оборотистые ребята организовали на своем сайте прямую трансляцию затмения Красной Луны. И весь мир мог на это дело полюбоваться. Ближайшей к нам планетой впрямь была красноватого оттенка. Это явление ученые объяснили тем, что другие цветовые спектры солнечных лучей, падавших на Луну после прохождения по краю земной атмосферы, рассеивались молекулами воздуха. Агентство РИА Новый Регион сжало американскую трансляцию, и все желающие могут увидеть полное затмение всего за одну минуту. Вот он, этот лунный подарок миру.